Дмитрий Шпаров Это путешествие заняло 75 дней. Путь к нему был длиной в 10 лет. С пустынного острова Генриетта по льду океана отправились на лыжах участники полярной экспедиции Комсомольской правды. Они шли 76 дней и, преодолев опасности суровой Арктики, пришли на Северный полюс. Когда отважные путешественники вернулись в Москву, юнкоры пионерской правды встретились с Юрием Хмелевским, Михаилом Деевым, Федором Склокином, Владимиром Рахмановым, Анатолием Мельниковым, Вадимом Давыдовым и Василием Шашкаревым. В университете тогда был очень популярен туризм. И все наши сокурсники, все увлекались туризмом, ходили в походы. Каждый раз нам хотелось делать поход более трудный, чем предыдущий. И вот постепенно, постепенно мы от более южных походов, там в Саянах, на Плотах, по горам, поднимались на север, в Арктику, приполярный Урал, Школьский полуостров, река Кара. И поэтому, вот как Юрис говорил тут, что ставя все более и более высокую цель, к этому и пришли к цели достижения Северного полюса. Это была не просто задача географического плана, чисто какого-то спортивного плана достичь Северного полюса. Ведь этот район очень интересный, ведь недаром называют Арктику кухни погоды. Поэтому очень большая, походе была, научная программа, ведь наша экспедиция так и называется, научно-спортивная. Большая научная программа медицинская, по психологической совместимости людей, по выживанию людей в экстремальных условиях. Все-таки люди на три месяца находятся, на морозе там 30-40 градусов. А когда-нибудь кто-нибудь из вас был в условиях, близких к экстремальным? Под Красноярском где-то километров так 30 от него. Зимой был, температура суще 40, мне холодно было, все время, дом, конечно, деревянный, я все время грелся на печке. Но потом более-менее привык, стал спать, правда, в одежде, но стал спать в комнате. Потом вообще раздевался, гулять. Дальше калитки я, конечно, не заходил, долго на таком морозе я быть не мог. Но потом привык и начал ходить со своим дедом, ему 80 лет. Ходил с ним в тайгу. На лыжах ходил, Саша? Да, на лыжах. Я даже удивлялся, как мой дедушка такой, 80 лет, и убегает от меня куда-то на лыжах, причем убегает. Я его еле-еле догоняю. А что вы почувствовали, когда пришли на Северный полюс? Сложно объяснить долго, а если одним словом, радость, наверное. Счастье. Все-таки меня волнение было сильно. Радость к победе, грудь, что кончилось, все. Все-таки счастье, вот так и скажу. Здравствуйте, Василий Иванович и товарищи. Здравствуйте. Товарищи узнали, что Василий Иванович Ишкарев у нас, оказывается, не один раз был на Северном полюсе в экспедициях. И очень сильно просили, чтобы он рассказал о том, как это происходило, свои воспоминания, впечатления. И у нас есть фильм в нашем распоряжении об этой экспедиции. И мы хотели бы параллельно пустить просмотр фильма, и чтобы Василий Иванович нам прокомментировал все, что там происходит. Почти 40 лет назад мы стартовали с острова Генриета в Северном Ледовитом океане и направились в сторону Северного полюса. Так была обозначена эта экспедиция, потому что там разрешение нужно было получить и так далее. И называлась она сначала поход в сторону Северного полюса. Ну а потом в результате все-таки мы дошли до Северного полюса. И с тех пор это сохранилось как поход научно-спортивной полярной экспедиции газеты «Комсомольская правда» СССР «Северный полюс». Старт будет в марте. 16 марта будет 40 лет старту. Так-то это было давно. Можно посмотреть, у нас есть запись. То есть вот первая экспедиция – это 79-й год, да? Ну если рассказывать о экспедициях, то это была, как сказать, очень интересная, но не первая и не последняя экспедиция. Потому что задумка этого похода была придумана ещё в 73-м году туристами московскими. Они в МГУ учились, Шпаро и Хмелевский ходили полярные путешествия и однажды, дойдя до берега океана, они решили, нельзя ли пройти и до Северного полюса. И с такой идеей пришли в газету «Комсомольская правда». Тогда газета была действительно комсомольская. Она поддержала ребят, образовалась вот такая группа – научно-спортивная полярная экспедиция. И потом долго лет мы пробивали этот поход. Идея этого перехода родилась у нас не случайно. У нас эта группа московских спортсменов, туристов, которые каждый год, в свободное от работы время, то есть в отпуск, совершают сложные туристские путешествия. Больше всего нам по душе Арктика. Мы совершили пять арктических переходов. И вот в одном из них заканчивая поход, мы вышли на берег Ледовитого океана. По-людению картина произошла очень сильное впечатление, и тогда вот впервые, по-видимому, хотя этот момент очень трудно явно осознать, родилась идея перехода к Северному полюсу. Но мы понимали, что одним нам это дело не осилить, и что нужно найти какую-то организацию, которая бы этим заинтересовалась. Нам самим хотелось это сделать просто как спортсменам, а поддержка нужна была общественная. И вот мы и обратились в редакцию газеты «Комсомольская правда». Мы считаем, что это мероприятие может иметь большое и воспитательное значение, и патриотическое. И там эту идею встретили очень хорошо. Таймыр. Они обследовали берег этого полуострова в поисках склада Толля. Напомним, Эдуард Толь в 1900 году отправился на яхте «Заря» искать землю Санникова. Через два года известный полярный исследователь погиб. Неоднократно предпринимались попытки найти склад Толя на мысе Депо. Но эту тайну, как и многие другие, Север надежно охранял. И вот в 1973 году научно-спортивная полярная экспедиция газеты «Комсомольская правда» обнаружила его. Нашла вот этот столб с надписью «Депо «Заря» 1900 год». В августе 1974 года сюда прибыла новая экспедиция. В ее составе были и участники экспедиции «Комсомольской правды», и специалисты-ученые. Для них этот склад был бесценной находкой. Продукты пролежали в вечной мерзлоте более 70 лет. Склад Толя был полностью извлечен из недр вечной мерзлоты. Ученые смогут установить, какие химические и бактериологические процессы происходят в условиях вечной мерзлоты. Они смогут дать и рекомендации о создании таких складов. Ведь немалую часть нашей территории занимает вечная мерзлота. Рядом со складом Толя, как символическую эстафету, экспедиция заложила новые запасы продуктов на три срока хранения. 5, 25 и 75 лет. Вместе с новыми продуктами в каждом контейнере лежит и по нескольку банок консервов из склада Толя. История русской полярной экспедиции продолжается. Спустя несколько лет на лыжах они форсировали пролив Лондон. Учились жить на льдине, преодолевать лютый мороз, проводить в сложнейших условиях исследования, овладевали вторыми профессиями. Решающим моментом в жизни экспедиции был переход через пролив Лонга. После этого перехода мы поверили в свои силы, а главное в нас поверили. Пролив Лонга это переход по дрейфующим льдам. Много воды, настоящий дрейф, много драматических ситуаций. В полной мере хлебнули дрейфующего льда. Они еще не раз прокладывали лыжню над океаном, совершали походы по следам экспедиции Русанова, перешли по льдам Арктики от острова Врангеля до дрейфующей станции Северный полюс 23. Эти походы проводились в условиях, крайне близких к тем, которые ждали их в экспедиции на Северный полюс. Тренировочные сборы перед походом к полюсу стоялись на Новосибирских островах. Маршрутная группа, 6 человек. Тяжелые рюкзаки у нас были. Мы должны были все-таки пройти 500 километров, причем постараться побыстрее пройти. Рюкзаки были за 40 килограмм. Идем мы обычно по переходам. В день делаем 8 или 9 переходов. Это в обычный день. Если мы не объявляем, скажем, там, штурмовой какой-нибудь день или... Переход это 50 минут. Идем, 10 минут отдыхаем. Это палатка шатрового типа. Она идет от ленинградских туристов. Делается она так. Сваривается такой специальный зонтик сборно-разборный. И это получается такой каркас. Этот каркас вообще довольно подвижный, пока на него не наброшен купол. А когда наброшен купол палатки, то он имеет форму такого шатра. И получается, что ветер палатку прижимает к земле. Вот так мы и ходим. Можно ли каждому посоветовать такое путешествие? Мне кажется, что главная трудность на пути к полюсу, это не пройти полторы тысячи километров по Ледовитому океану, а суметь подготовить поход. Это та большая, напряженная и очень трудная работа, которая предшествует самому походу. Каждый должен работать. У каждого семья. Не надо думать, что вот мы с самого начала начали готовиться, и у нас все получалось. Не всегда нас понимали, не всегда мы видели, какой следующий шаг нужно предпринять. И вот самое главное, мне кажется, это было преодолеть неудачу. Само достижение Северного полюса на лыжах, я не боюсь произнести эти слова, это прекрасная цель. Это одна из тех вершин, которые раскрывают поистине неограниченные человеческие возможности. помогают ему больше верить в свои силы, верить в то, что он, как много он может сделать, если он предан тому делу, которое делает. И, может быть, самое главное, что это ты делаешь не один, что рядом твои товарищи. Это большое счастье идти вместе к общей цели, разделять и неудачи, и победу. А тренировки наши продолжаются. Я подключился в 76-м году к этой группе. А поход на Северный полюс пошли в 79-м году. А вы до этого уже лыжами занимались? Да, и я занимался лыжами, одиночными походами по Казахстану, где жил, прошёл вдоль поперёк Алматинскую область, замёрзший Балхаш, озеро это, и вдоль и поперёк. Когда они напечатали свою идею «Покорить Северный полюс» в газете «Комсомолская правда», организовав вот такую экспедицию совместную с газетой, газета напечатала, я тут же написал письмо руководителю. Он сказал, для того, чтобы ходить поход, нужно приехать и вместе тренироваться. С тех пор я приехал и тренировался. Ходили мы в тренировочные походы, много было интересных походов, кроме этого похода. И последний, можно сказать, поход экспедиции газеты «Комсомольская правда» был 30 лет назад. В 1988 году мы вместе с группой канадцев прошли от берегов СССР до берегов Канады. После этого экспедиция «Полярная» практически распалась. Пришли времена такие рыночные. Газета стала другая «Комсомольская правда». А рыночная? Да. Ну, а я ушёл, потому что увидел, что надо что-то делать на своём заводе. Иначе у меня, моих коллег рабочих, завод отберут. Потому что в это время создавались советы трудовых коллективов. Перестройка была же не только вот так вот, однозначно говорили, капитализм придёт. Перестройку начинали, говорили наоборот, больше социализма, больше демократии. И на предприятиях вводили советы трудовых коллективов. И, соответственно, организовались и у нас на ЗИЛе. Вернулся я из похода, узнаю, значит, что председателем совета трудового коллектива завода генеральный директор, председателем совета трудового коллектива корпуса, моего механизм сборочного корпуса, тоже начальник корпуса работяги, как-то отодвинуты, где демократия. Я стал заниматься этим. Потом пошло движение, инициативное движение коммунистов в Ленинграде, Объединённый фронт трудящихся и так далее, и так далее. С тех пор я занимаюсь уже не походами, а походами в совершенно другой среде. Объединённый фронт трудящихся, вы тоже активно участвовали? Да. Может быть, в следующий раз вы нам об этом ещё расскажете? Ой, это длинные, это потом старые истории. Ну, дело в том, что именно эта история членов партии, которые стояли у истоков партии, а никто её в общем толком не знает. И мы хотим, чтобы это тоже было всё рассказано. Так что, может быть, через полгода вы нам об этом расскажете. В следующий раз уж не в этот. И вот, наконец, долгожданный маршрут, быть может, главный в их жизни. 15 марта 1979 года. Им предстояло пройти 1500 километров неизведанного пути на лыжах. Через нагромождение торосов, снежные завалы, предательские трещины и разводья. КОНЕЦ Арктика. Март. Остров Котельный. Сегодня минус 40. Завтра эти молодые люди, члены экспедиции «Комсомольской правды», начнут дело, которое задумывали многие смельчаки. Но никто в мире этого дела так и не завершил. Они пойдут к Северному полюсу пешком. На лыжах. Отправится 7 человек. Дмитрий Шпаро. Доцент Института Стали и Сплавов. Их давний руководитель. Как начальник пользуется одним преимуществом. Все делает первым. Юрий Хмелевский. Штурман. Ученый математик. Чья диссертация официально признана выдающейся. Еще месяц назад его нога была в гипсе. Шпаро сердце экспедиции. Хмелевский душа. Завхоз и кинооператор. Кандидат технических наук Владимир Леденев. Несколько лет назад во льдах пролива Лонга друзья избрали его комсоргом экспедиции. Самый занятый человек. Радист Анатолий Мельников. Порторг экспедиции. Семь лет в группе шпаров. С вашим радистом не пропадешь. Говорят северяне. Ну вот не пропали. Врач Вадим Давыдов. Он уже бывал на Северном полюсе. Правда на самолете. Инженер Владимир Рахманов. Второй штурман. Василий Шишкарев. Единственный не москвич. Несколько лет он настойчиво обвинчивал в сознании членов экспедиции идею, что он абсолютно необходим в походе. Рабочий. Готовя себя к холодам Василий две зимы спал возле своего дома. В палатке. Вот так и случилось, что участников экспедиции стало семь. А семь, как известно, число счастливое. Для старта был выбран остров Генриетты. Маленькая и совершенно обитаемая земля. Хороший этот островок был только одним обстоятельством. Великая сибирская полынья, никогда не замерзающая огромная полоса воды, проходит южнее. Этого острова. 16 марта старт. Ну, вот он, долгожданный миг. Они ходили во многие походы, и по Заполярью, и по дрейфующим льдам. Они изнуряли себя в круглогодичных тренировках. Они доказывали, что поход к полюсу на лыжах возможен и необходим, что это вопрос национального престижа. Они испытывали снаряжение, испытывали себя. Сегодня час главного испытания. Сколько они готовились к нему? 10 лет. На острове Генриетта ни оркестра, ни пароходных гудков. Провожает экипаж вертолета. Ну вот, остров Генриетта и снова стал необитаемым. А люди в первый же час похода оказались в ужасной каше битого быстро дрейфующего льда. С интервалом три минуты проваливаются в воду два участника Шишкарев и Хмельевский. Один по пояс, другой по плечи. Итог первого дня. Потеряны две лыжи, пройдено 500 метров. Мороз минус 30. Экипаж вертолета предложил, а потом в сердцах и потребовал перевести экспедицию через эти несчастные 500 метров ледяной каши. Ребята отказались. И этот отказ в драматическую минуту ясно показал, что уж если они и отступят, то не из-за слабости духа. Как же они высохли? В первый раз выходило, что ребята как бы вымораживались. Спирт? Нет. На морозе замерзает вода или там испаряется. Две лыжи по сныгерам? А впереди было полторы тысячи километров. Теоретически, дрейф от Генриэтты к полюсу попутный. Но иной раз выходило, что ребята как бы шагали по эскалатору, движущемуся в обратную сторону. В те первые дни похода Владимир Леденев доставал свою кинокамеру нечасто. К этому были причины. Их сопровождал жестокий мороз. Теплее минус тридцати не случалось. В первые пять дней они мучительно втягивались, приспосабливались, заново учились терпению. Они шли будто касаясь лыжами следов их великих предшественников. В этих широтах Фридиофф-Нансен заметил терпение наивысшее добродетель полярника. На большой земле понимали, что у ребят сейчас самые тяжелые дни. По радио с теплыми словами к ним обратился патриарх полярников Иван Митчапапанин. По длинной цепочке радиостанций радиограммы шли в Арктику, где бессменно работали их замечательные друзья. Три радиста и два дублера. Газеты многих стран мира внимательно следили за делами экспедиции. Их негромкие голоса и шуршания лыж погода были слышны во всем мире. Вы же финские, что лето сортовало? Советские наши были. Мухачево. Они обморозились по первому кругу, потом по второму. Шли под 9 часов в день. 50 минут переход, 10 отдыха. Иногда засыпали на привале, сидя на рюкзаках. Как же на морозе на основе. А вы же как-то специально готовили? Нет, так же, как и обычно. пасты. Смазали и все. И палки тоже обычные. Необычные там немножко конструированные для нас. Потому что они еще дополнительно антенны на них ставили. 702? Он спрашивает, лыжи обычные. Обычные лыжи у нас были, мухачево, горнолыжные, старые, с окантовкой металлической. А палки, мы просто их модернизировали, чтобы они вставлялись друг в друга, они были использованы для антенны. радиосвязь была. Что да, как мащи. И приходилось их использовать в этом виде? Нет, у нас связь была регулярно. Именно таким образом? Не на всякий случай, а для постоянной связи это было, да? Да. А как часто выходили? Суть того, что ведь экспедицию готовили не просто как туристы, было много групп туристских, которые были готовы пройти такой маршрут. И даже они высказывали как сказать ревность к нам или так далее. Но мы организовали эту экспедицию как научно-спортивную и очень серьёзно готовились. Поэтому привлекли серьёзных ради любителей радистов. Сами были все практически радисты, у нас у всех позывные были. Нам сделали станцию, она называлась Ледовая 2, это радиолюбители. В то время это было вообще супер полтора килограмма станция, которую на коротких волнах мы связывались на тысячу километров. Когда связь была хорошая, коротколоиньки знают, то можно было даже и десятки тысяч километров там, если атмосферные. Но с береговыми станциями мы связывались всегда каждый день. поэтому остановка, ставим палатку, дежурный там готовит и есть, радист тут же ставит антенну, готовит радиостанцию. Другое дело, что аккумуляторные батареи нужно было, в то время не было таких, литиевых не было. У нас были тоже серебряно-цинковые, они ёмкие, но они должны были быть тёплым. И вот радист тоже всё время мешал дежурному, старался к примусу поставить батареи, чтобы до вечера, когда будет сеанс связи, а сеанс связи был вечером после остановки и утром. Вы несли батареи, они, как бы, вы пока их несли, они в холоде были, и их около примуса отогревали? Да. То есть как-то к телу не прижимали батареи? Ну конечно, это всё-таки батарея это 2 килограмма этого серебра. И хватило заряда на всю экспедицию? Нет, у нас поход был со сбросами. Мы планировали его, чтобы этот поход был безаварийный, поэтому посчитали, что можем идти 20 дней со всем грузом лодка надувная для преодоления препятствий, радиостанции, какие-то научные оборудования, за которые нас и спонсировали в это путешествие. И на продукты оставалось 20 килограмм на человека. Там в сухом виде нужно съедать около килограмма продуктов. Ну, ещё бензин там грамм 250 на разогрев. Соответственно, 20 дней могли автономно двигаться. Потом останавливались, прилетал самолёт, сбрасывал на парашюте порцию на следующий путь. Таких. Какие исследования Вы проводили? В чём они состояли? Температурные, атмосферные, метеорологические, во-первых, делали все полные давления, ветер, облачность, температура и так далее. Влажность. Да. В основном это медицинские себя это обследование полностью. Температура. Мы по следующем походе, например, когда ходили полярной ночью, группа эта же ходила, тогда мы двигались практически как в медицинском контроле. Нельзя было не по малой сходить без мензурки. мы прямо на маршруте брали кровь, причем не просто такую одноразовую, как сейчас. Вставляли катетер и отливали там пять пробирок. Два врача. что ли, пять? Да. Потом у нас была центрифуга миниатюрная, мы плазму откачивали, это все аккумулировали и оставляли. Институт биофизики и институт МБП медико-биологических проблем, которые готовил космонавта, серьезную работу делали. И что научные статьи есть по этому поводу ваши? Есть, есть. Одно из подтверждений вот этого, что при длительном нахождении в холоде метаболизм, это врач скажет, обмен веществ, переходит от углеводного к жировому. Организм настраивается на более калорийную пищу, и он уже начинает углеводы не принимать. То есть, кто хочет похудеть, надо идти на северный полюс. это и на жирах худеет, конечно, с такой работой и такой температурой худеть. Мы за эти 20 дней худели некоторые до 9 килограмм. Кстати, это взвешивались всё время. Потом за 3 дня остановки, когда вот это, пока проходили обследования, пока там готовились к очередному этапу и отъедались. Мы набирали эти килограммы, а потом снова вот такой наш был маршрут. После нас до полюса дошла группа, которая шла автономная. Они не выполняли никаких медицинских экспериментов, ничего. У них задача была такая чисто спортивная, туристская. Но вот даже при том, что они были очень готовы, они сделали две попытки, которых потеряли по одному человеку. Так вот. Мы своей группе никогда старались этого не делать, и всё было обговорено, что прежде, чем нас выпускали на лёд, ведь советское время это вообще уже выход за границу. Обязательно должно быть КГБ разрешение давать. Кроме того, в советское время путешествия сейчас не особенно так, наверное, а в советское время обязательно должна быть гарантия, что тебя вытащат в любой точке, где ты не находишься, северного Ледовитого океана. Мы гарантируем, что мы дойдём. А вдруг что случится? Вдруг там медведь, вдруг там полыня, вдруг кто-то заболеет и так далее. И человека должны эвакуировать. А эвакуацию должны давать те службы, которые там находятся. А кто там были? Тогда Арктики, Антарктики институт и Морпуть занимались этим. У них была полярная авиация. И вот со всеми службами нужно было договориться, которые давали гарантию, что из этой точки даже около Северного полюса они могут вывезти. И в результате они с Северным полюсом вернулись на самолетах. Были такие Ан-2, они завезли до полдороги горючее, поставили там базовый лагерь, с него долетели до нас и вернулись. А вот вы говорите другие команды потеряли людей, то есть там погибли люди. два человека погибло в команде Чукова, прежде чем они дошли до полюса. Почему они там погибали? Потому что они брали по максимуму еды, нагрузка вначале была, потом они шли, старались как можно больше проходить. Суть того, чтобы было пройти автономно, без подброски. В результате они сделали этот, но он как спортивный воспринимается переход и всё. У нас была задача вообще выйти и пройти до Северного полюса. И поэтому мы старались все инстанции убедить, что ничего не случится, что мы дойдём, что в любой точке нам наша авиация и наши полярники помогут, если что, не дай Бог случится. И только с этими гарантиями мы вышли. В общем-то. А в тех командах всё-таки это они от перехлаждения или там вы не знаете, что там с ними было? Один сердце не выдержало, другой не помню. В общем, двух человек потерял Чуков прежде, чем до Северного полюса дошёл. Советская лыжная экспедиция Арктика под руководством Владимира Чукова, впервые в мире достигший Северного полюса автономно, без подбросов продовольствия и топлива с воздуха, без собачьих упряжек и мотонарт. В 87-м году, не дойдя 200 километров до полюса, экспедиция вынуждена была вернуться из-за внезапной смерти одного из участников, Юрия Подрядчикова. И вот лишь два года спустя они смогли вновь пробиться суда. И вновь на 22-е сутки из-за болезни пришлось эвакуировать трёх участников экспедиции. Нагрузки возросли, так как часть груза улетевших легла на плечи оставшихся. А отпущенные 300 граммов пищи из ограниченного до минимума рациона уже не всегда восстанавливали уходящие силы. Но самое тяжёлое было впереди. Беда случилась на 88-м градусе северной широты. Резко стал терять силы один из сильнейших и опытнейших участников группы Александр Рыбаков. 27 апреля не дождавшись вызванного вертолёта от острой сердечной недостаточности Саша скончался. Шли к этому полюсу мы очень и очень долго очень тяжёлым путём и вот так вот не дойдя 150 километров уйти отсюда все назвали предательством и по отношению к Саше Рыбакову и по отношению к Юре Подрядчикову сказали как бы нас потом не судили за это наше решение мы должны идти и здесь вон сын Юры Подрядчиков Андрей он здесь для того чтобы сделать то к чему его отец шёл у Саши Рыбакова тоже сын и вот мы можем смело сказать что его отец умер на пути к своей мечте полюсной экспедиции которая достигла полюса с телом Саши улетели ещё двое участников мы потеряли человека потеряли и это потеря ну невосполнима понимаете жизнь человека как тут можно говорить об успехах экспедиции когда мы возвращаемся потеряв человека тем не менее вот это всё равно шаг вперёд и всё же они дошли несмотря ни на что а вы вот тоже а мы в результате вот всех наших походов мы же ходили не только этот поход я вот с Дмитрием в палатке наверное год проспал на льду если это всё сложить все наши походы вот так вот мы долго ходили тренировались тренировочные походы и экспериментальные походы планировали переход полярной ночью к Северному полюсу и экспериментальный поход сделали прошли от одной станции дрейфующей станции СП-26 до СП-27 40 дней шли тоже там с одним подбросом полярную ночь абсолютной темноте но не к Северному полюсу вот планировали поход в Антарктиду и тренировались к нему высокогорье испытывали ходили по леднику Феченко по Памиру тренировались на высокогорье потому что Антарктида высокая ну вот последний поход экспедиции я уже сказал в 88 году 1 июня финиш был на острове Уортхан в Канаде после этого экспедиция как таковая полярная экспедиция уже можно сказать перестала существовать Дмитрий организовал так сказать не коммерческую а благотворительную организацию полярный то есть не полярный клуб приключений часть ребят туда вошли но в результате сегодня это можно сказать его семейный клуб потому что там он и сын его руководят этим клубом так уже участников старой полярной экспедиции там не работает никто вот интересно под воду то вы когда провалились это же минус 30 было вы оттуда вылезли у вас одежда с собой сухая была то есть вы наверное переоделись сразу во первых нельзя же нести полный комплект просто запасные носки у каждого у кого-то там тонкий светерок так далее а так в основном пришлось вымораживать то есть по сути основной комплект один всего да да взвешивались на пути взвешивались прям по дороге да нет во время остановки а какие весы были прям в одежде прям такие советские на которых вставать нет мы из лыж делали треногу нам присылали подвесные весы стрелочные мы взвешивались сразу после этого этапа потом откармливались снова взвешивались и так далее ну и потом всякие медицинские нагрузочные эксперименты делаем ходьбу на ступеньку как вот если ты знаешь там спортивные тесты есть ну да я видел в начале меряется давление пусть там это после а вот ориентировались как продолжим это да да сейчас в какую сторону идти ориентировались мы тогда вот кстати чтобы идти ориентировались мы тогда конечно по компасу все ориентируются до сих пор это вот движение сегодняшнее а координаты определяли с помощью теодолита а это вот в начале ролика был теодолит я все хотел спросить это вот теодолит он тоже вот теодолит 2 килограмма 2,5 килограмма самый легкий кстати треногу это лыжные палки тоже использовали для теодолита да да для теодолита и антенна и треногу теодолита а когда полярной ночью шли по звездам не ориентировались по звездам даже легче теодолитам ориентироваться потому что сразу две звезды берешь и уже свои координаты считаешь а по солнцу немножко сложнее во первых когда в полдень или полночь солнце мы шли то днем потому что к концу похода солнце не садилось засекаешь удобнее засекать широту а потом когда солнце на востоке или на западе легче засекать долготу но правда если стоять на месте это тоже надо учитывать потому что лед не стоит на месте у льда есть дрейф постоянный а в этом месте мы как раз планировали он должен быть нам помочь километров 200 даже по итогам ведь суть того что северный ледовитый океан это не замерзшее озеро или вот даже я думаю Балтика когда замерзает она все таки неподвижна а здесь постоянный дрейф с Берингового пролива течения входят и постепенно лед через северный полюс уходит Гренландии потом в Атлантику там тает что там тает а около Канады есть циркуляционная такая часть движения в Арктике там очень толстые льды потому что они по несколько лет бывает циркулируют ближе к нашим берегам ближе к Шпицберге но это они проходят так и у многих прежних полярников была такая идея вот Нансен особенно такой он думал вморозить свой корабль специальный фрам сделал такой чтобы льды его не давили а выдавливали как ледоколы делают полукруглого ясообразное он вморозил его и стал двигаться к северному полюсу ну в результате оказался Дреев немножко южнее вернее ну не южнее там а северного полюса все южнее и он не попал на северный полюс пытался пройти пешком но не прошел а с корабля ушел он уже пошел на землю Франсиосифа и там зимовал потом его подобрали Амусен это норвежец какой-то Амусен А время время как ну часы наручные были время как смотрели время у нас были тогда первые электронные часы минского завода потому что нам было для определения координат очень точное время у нас были был хронометр точный который механический да механический морской коробки специальной его несли но кроме того тогда уже начинала появляться вот электроника и у нас были часы электроника минского часового завода точность его хода но они наручные были но для точности хода они предлагали нам все-таки рекомендовали его держать в одной температуре и мы его несли на теле буквально ну подвески и задача была один звезду или солнце краешек ловит приготовиться часы достаешь теплой внимание стоп ты засекаешься точно секунды а потом два килограмма таблиц географических астрономических начинается подсчет так что это не так просто как вот сейчас GPS да хе-хе-хе гибель гибель участников в любой момент экспедиции могла быть оказана помощь гибель Штаб совместно с полярными пилотами руководил довольно сложными операциями по сбросу продовольствия и горючего экспедиции Комсомольской правды. В огромных пространствах океана надо было разыскать одинокую палатку, надо было точно сбросить груз. Им сбрасывали продовольствие на 15 дней вперед. Всего таких сбросов было 4. Каждый раз эти встречи становились маленькими праздниками. Впрочем, на следующий день рюкзаки весили около 50 кг, но главное, конечно, было не в этом. Главное было в том, что за весь поход, совершенно одинокие в пустынной Арктике, они ни разу не чувствовали себя одинокими. У Вач Сашкарева день рождения, ему прислали специально выпечный для него торт. Однако в каждой заброске была пища иного рода. После этого некоторые ребята из, как сказать, других групп полярных туристы нас говорили. Говорили. Или полярники. Да они шли и спотыкались от парашюты, которые им скидывали. Потому что это просто сопало день стоянки, день сброса и у меня был день рождения. А все эти сбросы готовили на полярной станции. Там сидела наша базовая группа. У нас на двух полярных станциях были базовые группы, которыми мы связывались напрямую радисты. И кроме того, они готовили сбросы. Потому что не из Москвы же везти, все было завезено. Вывозили с ближайшей полярной станции. Самолет взлетал. Ил-14 вот этот вот двухмоторный. И сбрасывал. Ну, здесь у меня совпало просто. И они взяли и спекли. А что за торт? Да, я уже не помню там. Хотя говорят, что потом, когда мы съели, ну вы съели, съели. Ну вот, а вы, значит, нарушили сухой закон, потому что там коньяк вложен. В смысле, в рецептуру этого торта. А так мы еще не пили. У нас было с собой в дороге… А на всякий случай не было спирта? Спирт был, у нас спирт был, килограмм спирта. Это для разжига примуса. Потому что примус шмель. Шмель, кстати, в Ленинграде арсенал делал. Я сам получал, приезжал. Это который здоровый, что ли? Нет, он маленький. Нет, он туристский шмель. Вот. Нормальный турист, и его еще сухим можно, конечно, разжигать топливом. Потому что если бензином разжигать, он палатку всю закоптит. И вот сначала в эту чашечку наливают спирт, поджигаешь. Когда головка разогрелась, потом открываешь бензин. И начинается сразу работа его. Вот для разжига. И для медицинских, если бы понадобился, разогреваться спиртом полярники, никто этого никогда не делает, никакой. Потому что даже если скупавшись, ну, спирт что он делает? Расширяет сосуды, и тепло, которое у тебя есть внутри, идет к охлажденным телям. Да, нагревает кожу. Но тепла-то у тебя там мало, зачем его так расходовать? Другое дело согреться, когда были сильные морозы, мы разогревались даже вот первым делом, не кушали. А вечером придя, дежурный срочно разогревал кастрюлю большую и делали густое молоко. Жирное. Жирное, да. И выпивали. И чувствуешь, как тепло даже к ногам начинает протекать, согреваешься. Чукчи пьют прям жир с молоком. Вы теперь к разлукам привыкайте, к буританству телеграфных строк. Вы теперь, пожалуйста, на карте, отыщите малый островок. Там, к своей мечте сквозь в юге пламя, мы шагаем в бесконечных льдах. Там звезда высокая над нами, синяя полярная звезда. Выжами истории касаясь, и рукой держа меридиан. Это съемки на острове Котельный перед стартом снимали. Я помню так вот. Как же на таком морозе камера там работала? Вот тоже камера Красногорск была сделана у нас в Красногорске. Да? Обычная или какая-то модернизированная? Ну, они... Да, одна лыжа. Вот, кстати, это и оказалось некоторой ошибкой. Когда провалились, у меня две лыжи утонули. Они же окантованы металлами, крепление очень мощное. Вот. И они утонули. А у нас запасная одна. И первый этап – пришлось идти пешком. Ну, и вот каждый шел по очереди пешком. Мы сделали один облегченный рюкзак. Пешком тяжелее, да? Конечно, намного тяжелее. Ну, это хорошо, где снег утрамбованно попадается-то. Мы от одиночества спасаем этот ледовитый океан. Убегают тучи временами, и маяк там видел иногда. Прямо впереди почти над нами синяя поля звезда. А что смазываете? Это это, альбуцит. Снежная болезнь, да. А как группа выходила в эфир? Снежная болезнь? Да. Там же, когда солнце напрягаешься, а солнце яркое, и только лед, тут снег чистый, кристальный. Ну, как у всех альпинистов. А темных очков не было? Были. А как же? Были темные очки, но они запотевают. Альбузит помогал? Да. Ну да. Серьезно никто не заболел, но перенесли все заболевания. Мы приветствуем сильный холод, ибо слабый мороз и снегопад всегда означают… В первом этапе все перешли заболевания желудка, метаболизм, а потом, когда солнце вот появилось, практически все тоже прошли заболевания глаз желудка. По килограмму, говорили, есть надо в день было, да? А что ели? Что там за рацион у вас такой? Там я видел, все в пакетиках таких было упаковано. Это сделано для того, чтобы дежурный не думал. Вот на день у нас положено было рацион. То есть уже фасовано было? Да, на все семь человек, вот это 700 грамм крупы, где-то 400 грамм, ну это на всех. Мясо сухого столько-то, а это… В результате сухого продукта было килограмм каждого человека. Утром… А в воду просто снег можно было? Ну, вода – это снег, там полно. Чистый. За водами не загрязнён. А одежда какая была? Одежда у нас тоже была чисто советская. Шерстяное оборудование делали в Дмитрове, фабрика. Чулочки нашёл с него там. И чулки, и тёплые… Бельё тёплое, свитера. То есть это сверху? Сверху на свитер одевалась штормовка. И всё. Потому что когда у тебя рюкзак 50 килограмм, то при температуре 40 даже потеешь эту вот ходку. А при остановке? А при остановке, конечно же, у нас была пуховка. Тут же сверху одеваешь пуховку из гагачьего пуха. И вот и всё. И спальники пуховые. Ну и что так? Сносно было спать? Сносно. Пока… Или сил нету, засыпаешь. Спальник пока сухой, спать отлично. Первый день. Но человек дыханием выделяет около литра жидкости за ночь. От мороза залазит человек в спальник, надышит. Он становится сырой. И буквально через две недели он становится… Вот его свернул, пока он тёплый. Вечером разворачивать. Он не разворачивается, ледяной такой. Развернул его, сделал вот трубой. Залез. Отогревать нужно? Ну да. Потом пытались сушить. Что там за проблема была? От чего это? Ну я уже сказал, что когда организм попадает в человек, длительное пребывание в холоде, он начинает с большим качеством перерабатывать жиры. Для этого он вырабатывает другое. А углеводы в меньшей степени. И если кушать, как мы в обычной жизни кушаем, то получится даже, как сказать, физиологический что ли диабет. То есть сахар не будет перерабатываться. Потому что организм приспособливается перерабатывать жиры. Интересно, и то, и другое не может перерабатывать? Ну, организм и то, и другое перерабатывает. Сахар-то везде есть, но он старается переработать жиры, и углеводы остаются непереработанными, и происходит какое-то расстройство желудка. Это вот мы испытали в нескольких походах, и потом это ученые, которые нас обследовали, они вот это вывели. Кстати, потом мы в научной литературе-то читали, общались с врачами, медиками, которые исследовали. Они так и говорят, что когда вот чукчи пытаются перевести на обычную еду или жителей северных регионов, которые у нас живут, у них как раз вдруг обнаруживает сахар в моче, в крови, такой, как у диабетиков. Потому что он не перерабатывается, они привыкли перерабатывать жирную пищу, а вот в таком количестве, как мы в среднеевропейском регионе, им это не нужно. Но здесь специфика, так же, как вот южане, они те, наоборот, живут на углеводах в основном. Ну что, дальше будем? Там что-то было. То есть, сколько не читай книжки вегетарианские, организм не обманешь? Да. Дядь Девин, начинай передачу, начинай передачу. Каждый день группа выходила в эфир. Благодаряй вам, у 0К, у 0CR за приеме. У 0CR, я у 0К. Здравствуй, Леня. Запиши наши координаты. 83 градуса, 35 минут в северной широты. Ну, два примуса. А долго такую кастрюлю гулять? Нет. В течение полчаса и растает, и закипит. 83 градуса, 35 минут в северной широты. 160 градусов восточной долготы. 160 градусов восточной долготы. Они шли не только от земли к полюсу. Они шли из зимы в весну. Теперь, когда упали морозы, все с неожиданной любовью стали их вспоминать. Роберт переписал. На полярном льду мы приветствуем сильный холод, ибо слабый мороз и снегопад всегда означают открытую воду, а значит и задержки. Еще большая лодка была. Этот челнок-то 2 килограмма весит. А та 12 килограмм. Но она уже ЛАЗ-5. Это авиационная лодка. Их делали специально только. Убирали киль там, все эти причиндалы оставляли, облегчали по максимуму. Барнаули делали. Тут вот сказали, потеплело, и там открытая вода появилась, да? Открытая вода всегда. Даже вот старт с острова Генриетты, северный ледовитый океан дрейфует, а острова стоят. И вот эта масса наползает на остров ледяная, она разрывается, а за островом образуется полынья громадная. Кроме того, приливы-отливы. Прилив, вода приходит, льды расходятся. Подошли к этому времени, все, ставим палатку или движемся, делаем, смотрим, можно ли экономически выгодно, то есть это оптимально ли делать переправу, потому что это останавливаться, лодки надувать челноком быстро, но по одному, большую лодку надувать долго и так далее. В общем, ищем переход, ведь трещина не такая ровная, как авинью, она там идет, может быть, где-то сошлись берега, там можно проскочить, разведку делаем. Если нет, и если трещина разошлась надолго, на большое расстояние, там иногда до метров 300, в полумраке не видно того берега, вода, чистая вода, вот. Палатку ставим, утром уже вот такой лед. Пытаемся идти, для подстраховки надуваем большую лодку, на полдороги лед тонкий, рухнули ребята, там вот Хмелевский опять искупался. Вытащили, поставили палатку, обсушили пока то-се, через полдня идем, уже спокойно прошли эту трещину. То есть, мороз большой, замерзает довольно хорошо. Еще суть того, что он не как пресный лед замерзает, а он соленый, поэтому он замерзает, как вот шуга, и он не такой звонкий, как пресный, и должен все-таки сантиметров 7 не менее должен, чтобы держать. Тем более с рюкзаками. Да. Хоть даже на лыжах и идешь, и он как вот прогибается, так под тобой. И здесь даже есть кадры, когда по второму месту уже нельзя идти, все стараются идти по следующему где-то. И лица, что недавно обмороженные, теперь страдали от солнечных ожогов. Всех изнуряло солнце. Его было невообразимо много. Иногда в день удавалось пройти всего 8 километров. Вадик проводился. Вадим Давыдов. Но он намочил только одну ногу. В письме Юрию Хмелевскому дочь написала «Папа, если вы обморозитесь, возьмите шарфы и обмотайтесь ими дважды». Совет замечательный. Сотни людей создавали для них специальное снаряжение. Рюкзаки были пошиты в Богородске, бахилы в Москве, варежки в Дмитрове, свитера в Подольске, пух из Зарайска, мех из Казани, приемник из Риги, часы из Минска, лыжи из Мукачева, примус из Ленинграда. Вся страна помогала экспедиции. Все нашего производства. Да. Однажды на 88-м градусе в добрые тысячи километров от ближайшей земли встретили свежие следы песца. Удивительно. Песец написал 88-м. Нет, это мы и написали. 88-м градусе. Оружие не было? Карабин был в СКС. А был уже замечательный месяц май. И было немножко тревожно. Отчего? Да от того, что слишком много километров и трудов осталось позади. До полюса было уже недалеко. И если что случится, отступать отсюда будет обильно. Очень. Психологи из Москвы предупреждали. Ребята, цель близка, но еще не достигнута. Не теряйте бдительность. Это были дни большого напряжения. В штабе стало известно, что много дней над районом полюса стоит туман, и экспедиция не может определить свое местонахождение. Наконец, несколько дней не спавшим штурманом Хмелевскому и Рахманову удалось на какие-то секунды поймать солнце. До полюса, оказывается, было несколько дней пути. Это был штурм. Они шли все время, круглые сутки, не останавливаясь даже на ночлег. Там, где невозможно было идти на лыжах, шли пешком. Если бы кто-нибудь заболел, понесли бы на себе. Они шли, как говорится, на пролом. Сломали в эти дни четыре лыжи, шли на обломках. И сердца бились бешено не только потому, что нагрузка была предельная, но и потому, что такой путь они проделали впервые в мире. Просто прошли дорогу, как люди, еще раз доказав, что силы человека беспредельны. Слава к ним придет через час вместе с самолетами. Родина отметит их выдающийся подвиг орденами. Сообщение ТАСС. 1 июня 1979 года на географическом северном полюсе Земли поднят государственный флаг СССР в честь достижения вершины планеты высокоширотной полярной экспедиции газеты «Комсомольская правда». Впервые в истории совершен переход от берегов СССР к полюсу на лыжах. в такие минуты, будто скрещиваются времена. Папанинское знамя. Над портретами русских полярников Толя, Русанова, Седова знамя Папанинской экспедиции. И знамя, принесенные сюда экспедицией комсомольской правды. Встречающие нашли, что ребята замечательно выглядят. Но их лыжи значительно потеряли в весе. Они были стесаны ровно наполовину. Ну вот и традиционные кругосветные путешествия за минуту. Не так давно здесь же, на полюсе высоких бортов атомохода Архика полярники радовались, отмечая победу могучих атомных сил. Сейчас происходит радость по поводу могучих сил самого человека. В 1977 году Архика дошла в первый раз. Надводное судно в первый раз ломило атомный ледокон. А сколько километров получилось в Семьи? Около полторы. Тысяч? Да. Это же сколько в день проходили? От до восемь. Восьми до до сорока. Тут так-то пройти сорок это дано. У меня рекорд двадцать пять в день. Тут сорок, да еще в таких условиях. Я на электричку опадал, не раз пошел в пятнадцать. Звездная звезда. Лыжами истории касаясь и рукой держа меридиан мы от одиночества спасаем этот ледовитый океан. убегают тучи временами. И маяк нам виден иногда. Прямо впереди почти над нами синяя полярная звезда. мы вернемся поздно или рано. На вершине встанем в тесный круг. Здесь материки и океаны круто опускаются на юг. Нашей старой дружбе не забыться и теперь над нами навсегда. Гордо будет в облаках светиться синяя полярная звезда. гордо будет в облаках светиться синяя полярная звезда. это обмороженное это вершица даже побелело как-то да вот мы ставили кожу обмороженное и саша ну Василий еще смыл черный как-то был то что обморозилось это ненадолго не потом быстро пропали когда с канадцами шли там сколько получилось там 900 километров меньше вернее нет там уже на ту сторону там 900 было до полюса потому что мы стартовали тогда не с острова Генриет канадцами а с острова мы с Арктический кстати мы с Сталина бывший северной земли там до полюса 900 километров и до канадского еще 700 от полюса примерно столько же да но здесь дрейф боковой первый раз мы думали что нам очень сильно поможет но потом оказалось что на это рассчитывать не надо и следующие походы мы вот и остальные экспедиции ходили только с мыса Арктического на северной земле но тогда первый раз поэтому старались выгадать все использовать все выгоды которые Арктика предполагает потом вдоль берега всего северного ледовитого океана есть вот это она называется великая сибирская полынья потому что лед движется припой стоит это кто который к берегу припаян припой а между ним всегда есть вот такой зазор когда ветер северный он льды прибывает южный или там приливы льды уходят и вот это место все время живое даже зимой самые лютые морозы может быть открытая вода вот и поэтому некоторые туристы или последующие как сказать спортсмены которые стартовали с мыса Арктического они приходили а здесь вода им приходилось спускаться к востоку выходить там на лед который прижимается и в обход но нам в 88 году повезло ветер сречный был мы прошли хорошо когда в Канаду шли кстати о лыжах а в 88 не провалился там никто это вы в 79 да это в 79 а в 88 году тоже были купались да это неизбежно там когда время хочешь наверстать или как сказать сократить силы и не по тонкому льду переходим в результате приходилось купаться на крещение надо идти такое купание оно приводит к задержке получается нужно останавливаться сушиться ну да а долго вот сушить это вымораживать это сколько это времени занимает ну если а до конца оно высохнет ну часть высохнет а какая-то часть мерзнет его надо обступкивать или как ну да там в большей степени вот например хлопчатобумажные ткани их уже практически высушить нельзя потому что вода вымерзает но внутри остается а соль остается поэтому как снег попадает заходишь в палатку где чуть-чуть теплее особенно когда готовка это все опять мокро мокро так что ну сегодня совершенно другие уже способы преодоления этих препятствий люди подходят к полынье достают спец такой скафандр он весит там килограмм одевается его ныряют прямо на пуховку а так как на пуховке это человек не тонет он перебрались на ту сторону сняли отряхнули и пошли дальше да сейчас материалов полно таких непромокаемых а мы в походах тоже использовали был такой кмд костюм морской десантный из тонкой резины для десантников вырабатывали советское время штаны такие длинные куртка которая лицо обхватывает и руки чтобы не было для десантирования военным делали вот мы их использовали тоже испытывали в длительных путешествиях когда вдоль побережья ходили на моторных надувных лодках искали следы экспедиций русанова вот а здесь воспользоваться ими неудобно было их не оденешь на эту штормовку они были для легкой армейская то есть это но они оказались для длительного во первых холодно во вторых ты запакован от холода извини мочевой пузырь наполняется в лодке не не открутишь себя этим до берега пристают все быстрее эти кмз раскручиваешься чтобы да сейчас и молнии есть герметичные даже ну и потом вот да и навигация мы уже первые стали использовать в походах экспериментальных ходили у нас появились буи каспас сарсат когда совместно советская французская фирма была разработана морской буй он весил где-то килограмма 4 и вот первый такой который на каждом корабле должен быть в случае аварии он сбрасывается он не тонет у него тут же автоматический сигнал включается и спутники засекают координаты и знают какой буй и что он потерпел бедствие и ищет поэтому мы в одном походе этот буй таскали 4 килограмма тогда было такое определение координат потом эти буи стали поменьше всего килограмм но тоже он видишь он же не определяет координаты мы его ставим около палатки он сигнал подает спутники засекают координаты высчитывают у нас договоренность они эти координаты пересылают москву на базу и базовые радисты утром нам говорят вы ваши координаты такие мы смотрим проверяем со своей цепочкой теодолитными и вот последний поход тоже мы шли в 88 году с таким еще не было вот насчет 88 года тут в передаче взгляд был репортаж такой про ваш поход вот видимо в 88 году он тут короткий я думаю мы его тоже посмотрим сейчас вообще ира чай конечно отлично у тебя вот между прочим чай с молоком чай по-казахски прекрасное средство в жару в жаркой казахской степи знаете я сейчас о чем подумал вы говорите про жару а я подумал как бы хорошо вот сейчас эту чашку чая пахучего горячего отдать нашим ребятам которые сейчас находятся около северного полюса я имею ввиду участников трансарктической экспедиции СССР северный полюс канада мы рассказывали уже в наших передачах о участниках этой экспедиции сейчас они находятся насколько мне известно на 83 градусе северной широты это сегодня сегодня вот секунду прошли они 235 километров Александр Ухов наш корреспондент уже рассказывал о некоторых из участников экспедиции и давайте посмотрим еще его сюжет оттуда мы находимся в радиостанции штаба трансарктической экспедиции ее позывной УК-3КП хорошо известен радиолюбителям нашей страны и всего мира сейчас маршрутная группа находится в Арктике и связь с ней мы поддерживаем здесь в радиостанции через базовые радиостанции которые находятся на острове Среднем и в поселке Диксон на полуострове Таймырк продолжаем знакомить с участниками экспедиции навигатор Ричард Веббер Канада самый молодой участник экспедиции бакалавр наук занимается инженерной механикой женат в людях больше всего ценит честность и доверчивость скажите как относится ваша семья к тому что вы принимаете участие в походе моя жена не могу сказать что она восхищена моим участием в экспедиции но она понимает что поход это та идея которую я давно мечтал осуществить и она уже смирилась с этим и даже поддерживает меня а что касается родителей то мой отец полярник он три раза бывал на Северном полюсе и наша экспедиция близка ему и он желает всем успеха это экспедиция это самоутверждение или это так сказать желание просто сблизить наши страны да нет для меня экспедиция это как бы вызов самому себе но если экспедиция позволит еще и сблизить наши страны я буду считать что это прекрасно то что мы сделали научный руководитель экспедиции Юрий Хмелевский математик кандидат наук у него трое детей любимые поэты Вознесенский и Высоцкий вот извини я сейчас задам вопрос о возрасте ты самый старший участник экспедиции скажи вот ты уверен в себе что вот это не предел что можно еще и дальше ходить и еще старше быть насчет дальше я не знаю но сейчас как-то вот довольно спокойно я отношусь к тому что мне предстоит может быть даже спокойнее чем на Северном полюсе но вот в ночном переходе перед ним я волновался сильно был большой перерыв у меня в маршрутах и было непонятно справлюсь или нет твой лозунг в жизни у меня пожалуй нет лозунга никакого но может быть так вот будь честным перед своей совестью навигатор Василий Шишкарев рабочий ЗИЛ любимое время года весна про него говорят он фанатик Севера почему тогда не стать профессионалом исследователем Арктики Антарктики ну сейчас уже прошли времена профессиональных путешественников когда-то можно было исследовать новые земли просто путешествовать сейчас это уже очень серьезная наука мы делаем какую-то науку но это больше как испытатели которые дают для медиков какой-то материал большой твой лозунг в жизни ну мой лозунг трудно сказать я думаю просто давно когда-то мне попалась фраза одна человек если он человек может все несмотря на то что сегодня плохое прохождение сигнала на связи базовый радист острова средний Леонид Лабутин пластиковые лыжи они легко скользят вроде бы но у них тоже время откат это хорошо тот кто спортсмен лыжник он там немножко как бы коньковым ходом смазку там практически не использовали потому что не до нее и потом она все время идет что заходишь на мокрый лед это соль она стирает как как наждак идешь по нему когда вот это тонкое и снег просаливается и он идешь как как по песку так что там пластик практически преимущества не давал а когда выходим на чистый снег здесь скольжение у пластика хорошее но оно и в то же время и вот я смотрю лори идет у него лыжи вот так вот то есть он делает шаг назад другая на полметра назад шаг назад и так далее и так далее и он перешел на наши наши деревянные лыжи у них отдачи хотя бы нет хоть вперед немножко труднее продвигать но если она встала на снег уже отката нет интересно и он перешел на наши деревянные мухаческие посмеялись да мухаческие мухаческие мухаческих Московское время 8 часов 45 минут. Радиостанция «Маяк» продолжает свои передачи. В эфире программа «От шести до десяти». Сообщения по нашей стране. Проходят последние предстартовые тренировки советско-канадской трансарктической экспедиции под руководством Дмитрия Шпаро. Во время короткого отдыха наш корреспондент, прилетевший на Диксон, взял экспресс-интервью у этих смелых ребят, решивших пересечь на лыжах Ледовитый океан и превратить Северный полюс в полюс мира. Ветер. Много ветер. Хорошо. Сейчас более-менее ясно, что все ребята готовы к старту. Все ясно сейчас и по снаряжению, хотя еще некоторая доработка потребуется в ближайшие два дня. Вчера вечер мы очень так дружно провели, несмотря на пургу. В общем-то, наоборот, как раз это не погода, она нас сплотила. Ну, в общем, сейчас мы готовы к стартам. Снаряжение у них было синтетическое все. И белье тоже мы пытались использовать. Но вот внешние анараки красного цвета, красивые, все. Мы на тренировках даже и в них ходили. Но походили наши, все забраковали. Как-то казалось, что они не дышат. У нас обычные из плащ-палатки сшитые анараки презентовые. Он все-таки дышит и влага выходит. А здесь стараюсь. Ну, вот они и все время по ходе… А по одежде не было заметно разницы, что кому комфортнее? В ихних капроновых… В принципе, и они справились нормально. И врач наш поддерживал их, он шёл в их снаряжении канадском. Пластиком. Но он не сказал, врач наш, как ему комфортно было в этой одежде снаряжении. Ну, есть какой-то… Плюсы и минусы. Плюсы и минусы. Во-первых, у них снаряжение было, как сказать, более так эстетично. У нас как балахоны такие, как у чукчей, в общем-то, были простые. Зато просторно. Можно было, не снимая, как и чукча, не снимая, это анарак, руки вытащил и сходил за торос. Не так холодно. А у них более спортивного склада снаряжения. Ну, сейчас уже материалы другие совершенно. Я же говорю… Ну, и технологии пошивок, сейчас клапана, чтобы дышали всякие, конечно. Ткани такие, которые будто бы пропускают влагу в одну сторону. Потому что основа не замёрзнуть – это не дать намокнуть одежде. И поэтому канадцы своих тогда, это был 88-й год, они, в принципе, это и мы всё делали, но они очень тщательно за этим следили, снимая свой анарак, щётки специальные, начинают его счищать. Всю эту изморозь, которая на ней есть. Изморозь, которая скопилась на это. Потому что если он залазит в спальник с этой изморозью, она тает и превращается в воду. И вот каждый раз перед этим чистка от снега. Группа Дмитрия Шпаро пришивает последние пуговицы перед стартом. Выход завтра. Ледовая разведка показала – можно. Пора. Пора. Шмид, да, ясно. Подходит. Зона полынини. Она справа сейчас. Нет, это хороший лед. Нет, есть-то хороший. Там дальше припай чуть-чуть припая. Это же мы сейчас, земля. Да, и земля. Там справа сейчас и земля. Это земля идет справа? Да, земля. А, ну слушай, ну, отлично. Ну, смотри, здесь каток. Да, здесь, да. Здесь можно с нартами ходить. Да, Ричард так и говорил. Вот смотри, сейчас будет меняться характер. Мы собошли, да. Смотри. Ну, это высота, ты, наверное, бежли. Ребят, ну тут все-таки так... 80 метров. Ребят, получите скорость в 3. Юр, я не вижу торосов больших. Нет, эта последняя ночь не была спокойной. Последняя земная точка. Граница океана. Мыс Арктический. Вот сейчас мы на мысе Арктическом, там, где солнышко, лежит вся наша Родина. Там, позади, за нами, куда мы пойдем сейчас, будет Северный полюс, потом будет другая страна. И я думаю, интересно вот по этому безжизненному пространству дойти до той страны. Еще интереснее дойти туда вместе с жителями этой страны, говорящими на другом языке, имеющими другие привычки и обычаи и так далее. Мы бы здесь не были сегодня, если бы мы не получили поддержку буквально сотен и сотен людей, которые нам помогли. И в Канаде, и в Советском Союзе. И так же и в других, и в других странах мира. И мне даже трудно поверить, что в том, что мы действительно уже сейчас и уже готовы начать нашу экспедицию. Вот только что Ричард сказал, что трудно поверить, что мы здесь. Он имел в виду, что хорошо, что вся подготовка трудно осталась позади. Здесь неплохой лед, нормальная погода, обещают северо-восточный ветер. Для нас это весь отходящее, потому что здесь закрывается вода при северных ветрах. Но мы пойдем. Сегодня хороший день. Я думаю, что он не последний. Все. Сейчас я хочу идти. Каждый счастливый обладатель такой фотографии напишет когда-нибудь на обороте. 3 марта 1988 года. Начало. Они передавали с трассы короткие заметки для газет. Все в порядке. Идем. Наперекор стихии. Сегодня минус 47. Сегодня потеплело. Минус 30. Но однажды Вася Шишкарев обмолвился. Понимаете, всегда холодно. В любую минуту. Все время. Каждый вздох превращается здесь в лед. Даже самый опытный, все повидавший 50-летний Юра Хмелевский не сумел уследить за собой. Едва не пришлось отправлять на большую землю. Хорошо, что Миша Малахов врач, как говорится, милостью Божией. И человек с железным самообладанием. Макс тоже врач. Но здесь и врачи могут сорвать кожу лямками от рюкзака до живого мяса. Северный полюс – единственная точка на макушке Земли. Но сколько раз в этой палатке люди преодолели полюс страха, боли, неожиданности? А если бы у Криса на самом деле оказался аппендицит? А когда Шпарова подвернул ногу, и в тот же день, как нарочно взорвался примус, загорелась палатка. И еще обмороженные пальцы Макса. Научные исследования лыжной экспедиции СССР Канада делятся на три части. Медицина, геофизика – разное. Исследования проводятся в три этапа. До выхода на маршрут, на маршруте, по окончании маршрута. На маршруте исследования проводятся на базе портативной походной медицинской аппаратуры. Это значит, все на том же морозе, после целого дня ходьбы, Малахов тянет из всех кровь. Хмелевский обрабатывает показания геофизических приборов. И еще все, независимо от настроения, отвечают на вопросы психологических тестов, которых не 20 и не 200, а 600. 600 вопросов. Можно создать могучие лабораторные условия, почти натуральные. Напустить холоду, задать нагрузки, очень большие, почти как на маршруте, но только почти. Но сколько бы ни было этих нагрузок первого этапа, надежное дно всегда под ногами. А здесь пора сосчитать кое-какие показатели. Самые простые в общих чертах. Итак. Нормальный режим 8 ходок в день. Иногда 9. Одна ходка 50 минут. Потом 10 минут отдыха. В этом ритме 91 день. 91 сутки. От берега до берега. Всего 2000 километров. Кто-то из журналистов попробовал сосчитать шаги, но сбился. Зато появилась статья под названием «Трудно лыжам, а людям...» Действительно, лыжи начали ломаться. И не одна, а целых три. Это была опасная неожиданность. Во-первых, на чем идти? Во-вторых, престиж? Перед выходом долго спорили, что предпочесть. Наши деревянные, мукачевские или канадские пластиковые? Арктика ответила на вопрос по-своему. У наших треснула древесина, у канадцев отлетели крепления. На этот раз беспрерывную связь держали по обе стороны океана. И то, что сделали наши радиолюбители под руководством Леонида Лабутина, заставило изумиться даже полярных профессионалов. Конструкторское бюро Антонова опробовало в этой экспедиции свой Ан-74, арктический вариант. Вариант себя оправдал. Это особенно четко подтвердилось во время сбросов снаряжения и почты, которых с нашей советской стороны было три. КОНЕЦ 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 Смешно сказать, но в глобальных убеждениях нашим с канадцами было, пожалуй, легче сойтись, чем над миской кашей. Геркулес им не нравился, а в область с сухарями они вообще испугались. Ну, ничего, договорились кое-как. КОНЕЦ КОНЕЦ Зря волнуется мама Володя Леденева. Вот они все, совершенно целые. Ну, разве что чуточку помороженные. Тут на всех две кастрюли кипятка и спецшампунь. Больше с собой не потащишь. КОНЕЦ Одновременно с экспедицией Шпаро к полюсу вышли еще три группы. Австриец, трое англичан и отважная американка Бен Флаурен. Не дошел никто. Все повернули. Потому что слишком часто этот белый лед становится черным. Шпаро ведь был уже со своими парнями на Северном полюсе. В 79-м году. Впервые в мире. На лыжах. Из тех, кто дошел тогда, в теперешней группе пятеро. Если вам хотя бы 40 лет, вы не можете не вскрикнуть. Это же точно как попанинцы. Доволен тем, что в группе собрались сильные ребята. Тем, что сейчас набралось уже много опыта. Потому что канадцы, конечно, были совершенно неопытными. Первые дни мы глядели на лоре и никак не могли понять. Как же так могло быть, что в 81-м году он был начальником экспедиции, которая пыталась пойти на Северный полюс. Но это просто полный абсурд. Потому что он ничего не знает, ничего не может, ничего не умеет. Всего боится. Холод его совершенно выводит из нормального состояния. Но потом все стабилизировало, стабилизировало, стабилизировало. Сейчас лори бежит вторым. Все время наступает на 5 Леденеву и Шишкареву, которые идут по очереди первыми. Макс Баксон очень хороший парень. Ну, видите, я сразу начинаю говорить про людей, но потому что это, в общем-то, и есть самое главное в нашем путешествии. Очень доволен тем, что у нас дружба и никаких проблем все-таки с канадцами не возникает. Канадцы совершенно другие ребята, они не похожи на нас. Психологические проблемы возникают в главном уровне среди советских ребят в связи с тем, что все по-разному относятся к канадцам. В какой-то эксцесс страны канадцам начинаются бурные дебаты среди советских ребят, потому что все ведут себя в связи с этим по-разному. Ну, в самом начале пути произошла неприятная ситуация с Максом. По неопытности он отморозил себе пальцы на левой ноги и причем не показал это сразу. Показал где-то мне день на третий. К сожалению, пальцы его были отморожены очень глубоко, отморожение третьей степени. Видно, все закончится тем, что придется, может быть, удалить часть пальца у Макса. Но мы, благодаря лечению, которое провели на маршруте, провели Макса в рабочее состояние. Все хорошо. Под горку идти будет легче. Как весело мы все распеваем в детстве песенку про дом, который построил Джек. А как станем жить в этом доме? Ну, вот день рождения Макса получился отлично. Были даже пестрые бумажные колпачки по старой канадской традиции. И день рождения Васи Шишкарева тоже удался. Крис шутил вначале, что жена дала ему денег на дорогу только в один конец. Из России, говорит, придешь пешком. Похоже, он пришел. Вон там, на расстоянии взгляда, уже не лед, уже не снег. Там земля. И как замечательно она называется. Остров одинокого охотника. Остров одинокого охотника. КОНЕЦ Ричард Вебер, Михаил Малахов, Александр Беляев, Лори Декстер, ну а с камерой Володя Леденев. КОНЕЦ Встречали все. Все чувствовали себя родными и близкими. А карту похода люди брали из рук матери Вебера, как берут подарок. ВИЗГА, 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 В Продолжение следует... 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 Раз мы оказались всего 200 километров от неё, думаем, будем проходить траверс, а зачем нам это? И мы пошли туда. Соответственно, время затянули, там и штаб начал. Получается. А они же не могут регулировать, что вы не туда идёте. Мы идём ночь, полярная ночь, куда мы вроде бы идём правильно, а почему-то сдвинулись вправо немножко. В результате вышли на… Нам это интересно было зафиксировать. Олегачивого не очень. Да, и поэтому мы пришли на СП-27, когда уже съезд почти закончился. Закончился, по-моему, даже. Так вы дошли до точки недоступности? Мы дошли до точки недоступности, да. Нам было интересно. Чем-то со съездом. Да. Но им-то нужно было тем клеркам, которые нам помогли добро получить, им нужно было, чтобы эффектно было это, чтобы мы до съезда дошли на СП-27, и тут 27-й съезд. А мы вместо этого загуляли немножко к полюсу относительной недоступности, полярной ночью. Отметили там. Там был один сброс, потому что 400 километров не преодолеешь. Сброс был. Полярной ночью сброс, это тоже было найти. Не, а вообще за самодеятельность не жулили вас там? Ну, как самодеятельность? Она не такая уж самодеятельность. Мы шли и просто заблудились, и вышли нечаянно на это. Потом пришли. То есть, вы не афишируете, что вот на такой точке? Да, нет. Мы когда выходили, да. Сами-то мы подразумевали, видели, что это удобный вариант. А полярной ночью звёзды-то светили? Или прям вообще темнотурно? Полярной ночью, конечно, звёзды светят, если безоблачное небо. А ведь суть того, что в Арктике почти постоянно облачность. За счёт того, что расходится вода, она парит, пока она не замёрзнет, такое над ней облако висит. Замёрзла, в другом месте разошлось и так далее, и так далее. Арктика, как производитель облаков. Да, тоже. Кажется. Кажется, было вроде бы холодно, а вот воды открыли там довольно столько, что облачность часто бывает. Ведь когда мы шли к полюсу, почему мы тоже заблудились и потом нагоняли время? Тепло стало. Полыни не сразу замерзали, но тепло как. Минус 10 уже. Солнце не заходит и временами до минус 10. 20 градусов это уже легко, тепло идём совершенно, как летом. Поэтому испарения и никак координаты не определишь. Не, облачно, солнца не видно. Потом появилось солнце. Засекаем координаты. И оказывается, мы уходим мимо полюса, проходим. Так, уже если бы шли прямо, мы практически бы вышли на него уже. А мы ушли чуть-чуть в западное полушарие. Координаты определили и тогда определили направление. И дальше уже по азимуту. А чтобы не сбивать этот азимут, надо идти без остановки. Потому что если будем спать, в это время там льдины всё равно уходят. И магнитное склонение склоняется. И вот мы последние 4 дня штурмовали. Вот отсюда немножко быстро так дошли. Ну, полюс определили с точностью до 1,5 километра, как нам теодолит нас позволял. То есть мы можем сказать, что мы были в радиусе где-то диаметром 3 километра, радиусом 1,5 километра. Вот в этой точке, как сейчас, ходят полярники. Они берут GPS и ходят вот так туда. Сюда, сюда. Чик, о, запищал всё. Вот только полюс. Постоит 5 секунд, уже льдина ушла. Уже показывает это другой. Опять идут, ловят. Ещё раз ходить на полюс. Да. А магнитный полюс впадал? Магнитный полюс, он дрейфует тоже. Но дрейфует там по сантиметру в год или там сколько-то сантиметров. Поэтому для склонения. Только он же не находится в точке северного полюса. Он находится на берегу Канады. В канадском архипелаге. И поэтому нужно в каждом меридиане учитывать склонения. Нужно иметь каждое склонение. А в точке полюса у вас компас куда показывал? Никуда. Так там же не магнитный полюс. Это если бы они были в центре магнитного полюса. Там бы он показывал вниз. Да, надо бы вниз показывал. Да, да. А так, как мы, он показывал в сторону Канады. Потому что там магнитный полюс в Канаде. И практически так. Мы шли уже, когда к полюсу приближались, стрелка была. Если выходили, стрелка у нас была практически на север. Но тут за счет того, что магнитный полюс находится в Канаде, когда мы подходили к полюсу, уже азимут был не на полюс, а как бы на восток. А медведи, да? Ну и вот следы писа, ей больше вообще ничего никого не встынет. Нет, там уже, когда от берега уходишь, живность нету, потому что нечего кушать ей. Поэтому она не уходит. Все медведи на побережье. А птицы не летают? Птиц тоже нет. Вот когда мы ходили вдоль побережья, или летней экспедиции поисковой, мы искали там в Карском море следы экспедиции Русанова, тогда там, конечно, птичий мир кишит. На лодке едешь, их как вот раздвигаешь. Они еще на крыло не встали. Утки, гуси, гагары. Андрей Вознесенский в те дни писал. Опасен полюс и необходим. Лица ребят оплавлены, как в тигле. Пусть компасы магнитные ошиблись, сверяйте компасы по ним. Сегодня можно задуматься, во имя чего в наши дни был нужен этот риск. Ну, конечно, участники экспедиции провели серию всевозможных научных исследований, но главное в другом. Они еще раз доказали, как многое может человек. Тренировки их продолжаются. Они еще не раз бросят дерзкий вызов стихии, еще раз подтвердят, у каждого человека есть своя вершина, свой полюс. И до него можно дойти. Надо дойти. Вы теперь к разлукам привыкайте, к пуританству телеграфных строк. Вы теперь, пожалуйста, на карте Отыщите малый островок. Там к своей мечте сквозь юги пламя Мы шагаем в бесконечных льдах. Там звезда высокая над нами Синяя полярная звезда Там звезда высокая над нами Синяя полярная звезда Лыжами истории касаясь И рукой держа меридиан Мы от одиночества спасаем Этот ледовитый океан Убегают тучи временами И маяк нам виден иногда Прямо впереди, почти над нами Синяя полярная звезда Мы вернемся поздно или рано На вершине станем в дружный круг Здесь материки и океаны Круто опускаются на юг Нашей старой дружбе не забыться И теперь над нами навсегда Гордо будет в облаках светиться Синяя полярная звезда Гордо будет в облаках светиться Синяя полярная звезда